всем привет добро пожаловать на мой канал аленка и мы в солнечной анталии отель риксис премиум пиле если вы еще не подписаны на мой канал пожалуйста подписывайтесь отмечайте колокольчик для того чтобы вы были в курсе всех моих событий и новых видео сейчас вам хочу показать как раз отель риксис премиум пиле и эту чудесную погоду в мае вот так выглядит с этой стороны вчера он тоже снимала в ночном режиме могу сказать одно что все кто отдыхать риксисе могут пользоваться поездкой blend of legend тоже это от риксиса бесплатно отъезжают автобусы на все концерты можно поездить посмотреть и вернуть вас обратно так что можете этим воспользоваться это очень большой плюс есть как будто бы тихо никого нет вот здесь все номера как раз центральный ход с другой с этой стороны как раз вы попадаете наверху там в ресепшен и вот здесь вот как раз главный ресторан просто водичка очень тихо спокойно здесь но на пляже уже вся все активити все находится там выглядит один из туалета в риксисе премиум это я кабинки все там смотрите в кое место красиво даже телевизор и по нему реклама имена отеля ну что сегодня праздник поздравляю 19 мая день спорта молодежи этот бунгало тоже можно арендовать Дальше пляж, пляж песчаный, чистят постоянно каждый день. Где-то 150-200 долларов, наверное, такие бунгало стоят, они каждые по своим номерам. Здесь очень зелено, очень много травы, и все любят лежать в основном в траве. И, конечно, сейчас мы придвигаемся к спортивному такому на воздухе, как бы открытому месту, здесь заниматься спортом, там йога, еще что-то, то есть все то, что именно там TRX, групповые всякие занятия, все как бы преподают наши же девочки. Либо мальчики, либо не наши, неважно, самое главное, что это фитнес-тренеры, все квалифицированные. Типа песок. На открытом пространстве спортивная фитнес-площадка. Такая вся из дерева. Там дальше тоже идет пирс. И здесь полностью вся VIP-зона. Какое красивое море. На VIP-зону не захожу, потому что сразу начинается проблема от security. И так как я здесь работник, показываю вам со стороны работника. VIP-зона тоже платная, но если вы в виллах, то вам эти бесплатные домики. И VIP-зона вот такая. Вот каждый домик, снимаете, там тоже бар есть. Все резервируется. Видите, security там стоит, как раз не пропускает. В общем, очень красивое место. Очень красивый отель. Все завязано на спорте, фитнесе и тренировках. И, конечно же, так как все, кто занимается фитнесом, спортом, основная масса, являются также мамочками, приезжают с семьями. И, конечно же, для них вот такие вот большие, красивые детские анимации есть в мини-клубы. Можете оставить своего ребенка. За ним присматривать, пока вы занимаетесь своими делами. Вот он уже с этой стороны, сейчас вам как раз покажу, как он выглядит. Называется Рокси-театр. Вот, видите, какая красота. Пока вам покажу с этой стороны. Все очень прилично. Есть детская анимация, активная по вечерам. И также есть тут очень такой классный паровозик. Сейчас вам покажу. Среди дня тоже в нем возят деток, родители. Сейчас уже не время. Есть вот такой Рокси-театр. Детям здесь показывают детское шоу. И смотрите, какой красивый рыбный ресторан. Просто шикарно. Также заказываете Талякарт. Заказываете у своего гида, либо на ресепшене. И вот такие, возле водички. Как будто бы вам только сейчас выловили с этого озера эту рыбу. Либо с моря искусственно созданного. И вы сидите. Посмотрите, какая рыбешка прикольная. Либо сюда приходите в ресторан, можете заказать. Будет очень красиво у вас ужин. Вот так остается за один из мини-клуб. И приближаемся к Алякарт ресторанам. До сих пор, если честно вам сказать, я так не поняла, что это за ресторан. Но мне кажется, что это стейк или мангал. Что-то с этим связано. Потому что настолько очень красиво. Смотрите, оформление идет. Сейчас столов. Внутри тоже очень красиво. Сейчас я даже подойду, покажу ближе. Вот так, видите, там вино. Мы здесь не одни. Все хотят узнать, понять, что за ресторан. И там дальше идет дорога вниз к пляжу. Вот олени там еще стоять. Сейчас вам покажу. И заходим за ресторан. И опять приходим к основному корпусу нашего отеля. Это как раз и есть ресторан. Мы обошли его стороной. Называется Минденбла. Конечно же, любовь к мясу и вину вам организует именно этот ресторанчик Алякарт. Смотрите, как раз те олени, которые будут с подсветкой вечером, ночью. Для которых я тоже есть фотографии. Далее идем. Вот как раз спускаемся к бассейну. Там пляж у нас. Пуллбар большой. И здесь находится анимация. Стрельба из ружья. Очень зелено. Несмотря на то, что Белек, в принципе, все отели, они не особо зеленые. Так как Белек это все на болоте построено. Я уже не раз вам говорила об этом. Очень много можете увидеть разной живности. Жаб так особенно. Даже будете просто по улице идти, и они будут все квакать. Так же, как и у меня на Вилле. Но есть очень достойные, красивые отели. И один из них как раз и входит в это число. Риксис Премиум Белек. И вот мы идем сейчас как раз в Китзона. Рокси Клаб. Клуб для детей. Здесь у них тоже есть и детский аквапарк. Ну, сейчас он уже, я так понимаю, выключен. Просто есть бассейн. И сейчас постараюсь вам тоже зайти в него поснимать. Вот как раз детская анимация. Смотрите, какая крутая вообще. Смотрите, два таких вот теннисных стола. Очень клевая вообще такая развивашка для детей. Можно полазать здесь. Очень круто. За детьми присматривать здесь везде. Также здесь везде камеры стоят. Детский волейбол. Там баскетбол. Сейчас какие-то есть сафеты детские. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Все распределено, все под камерами. Вот такой крутой детский аквапарк отдельный. Нравится еще очень место. Вот такой туалет. Как раз полотенечки вы можете взять. Здесь туалет мужской и женский. Очень красиво смотрится. Интересно придумано. Ничего такого лишнего. Ничего необычного. Но в то же время очень со вкусом придумано. И так как сегодня праздник в Турции. День спорта. Подойдем поближе к воде. Здесь фитнес Инглументаль. Как раз его закрывает. На велосипедах под водой занимается тренировками. Потом батуты. Гангу джамп есть. В общем, именно по фитнесу. Опять же, повторюсь, здесь очень круто. И вот такой вот амфитеатр. Очень красивые лежаки. Мне очень не нравятся. Деревянные. Такие очень удобные. Низко находятся люди. И самое важное. То, что я хотела показать. Что существует в отеле вот такое вот специальное приспособление. Оно мобильное. Для людей с ограниченными возможностями. Такие у нас есть в отеле. Вот сейчас вам даже покажу. На колясках. Очень удобно и комфортно. Итальянский ресторан. Кофейня. Открываться с 9 до 23.00. И французские сладости с булочками. Турецкий ресторан. Аля Турча. Уже готовится. К посещению гостей. Уже все сервируют. Почему-то во всех отелях. Называют Irish pub. Все места, где можно попить пиво. Вечером. Посмотреть футбол. Здесь идет выход как раз на ресепшн. Там у нас ресепшн. Здесь как главный холм. Но он не такой достопримечательный. И просто выход идет на улицу сразу. Так же наверху там сидят виды. Очень красивые столики. Локаций для фотографий очень много. Здесь даже есть кинотеатр. Два зала. Можете посмотреть, что у нас в просмотре. Этот зал, видимо, для детей. А этот зал для взрослых. Дальше идет у нас также детская комната. Рексикла. Продолжение. Это внутреннее. Дальше идем. Наверху у нас парикмахерская. Смотрите. Так что отсюда будете уезжать с новой прической, стрижкой и покраской. Очень мне нравятся фонтаны и фламинго. Туалет. Можьи женские. Выход. И здесь также подъем. Смотрите, еще есть такая вот игровая комната. Отель очень большой и насыщенный. И дальше выходим. Здесь уже виллы у нас начинаются. В каждой вилле бассейн отдельный. Точнее здесь, видите, как виллы сытые. Тоже под номерами. И остается сзади нас, получается, центральный корпус. Сейчас мы еще здесь с вами прогуляемся. Покажу вам, что здесь есть. Вот они как в лесу, в хвои. Прохладненько, красиво очень. Им можно погулять с детками, подышать свежим воздухом. И вот, пока мы обходили виллы, чтобы вам показать, нашли вот такие вот грядки. Сейчас вам покажу. Смотрите, это тоже все от детского мини-клуба. Рокси-фарм. Видимо, с детками приходят, сажают, потом поливают. И каждый, наверное, заезд выполняет свою функцию. Потом детки еще и собирают это все. Очень прикольно. Хорошая задумка. Птички поедут. Так, смотрите, что мы еще нашли. Вот главный корпус. Вот виллы. Дальше, я так понимаю, сейчас будет еще вип-вип-вип виллы. И здесь, видимо, троянский конь. Когда-то здесь был аквапарк. Но я так понимаю, что здесь теперь его нет. Только остался след. Наверное, карта. Ну, сейчас посмотрим. Вот все под замками. Но очень красиво. Локации просто, посмотрите. Ворота какие. Сейчас будем смотреть. Может, что-то найдем для вас интересное. Смотрите, такие вот вип-виллы. У каждого тут закрыто. Прямо, чтобы никто не подглядывал. И там, видимо, есть бассейн. И сейчас я вам покажу, как здесь красиво тоже. Полянки такие красивые. Видите, все очень закрыто. Здесь вообще нельзя, видимо, беспокоить людей. Вот такие вот домики. Вот так красиво здесь. И я думаю, что бассейн у каждой виллы свой отдельный. Вот такой вот вход в виллу. Можете посмотреть, как здесь красиво. И мы, конечно же, смотрим с вами. И вот такая есть одна вилла. Я вам сейчас как раз покажу, как это выглядит внутри бассейн. Здесь не так легко поснимать. Как красиво, правда? А это, кстати, дерево называется по-турецки мушмула. Я не знаю, как это по-русски точно сказать. Но очень круто, правда? Сейчас мы повернем, посмотрим, что здесь есть за бассейн. Я так думаю, здесь есть классификация вилл. Но я особо еще не внедрялась в этот вопрос. Посмотрите, как здесь круто. Только на это посмотрите. Это нереально красиво. Это просто супер. Красота, правда? У меня нет слов. Я просто говорю, красиво, нереально, круто, супер. Потому что дух захватывает от такой красоты. И среди вилл еще нашли вот такие вот теннисные корты. Один и второй. И вот такие вот разъезжают машинки, которые разгозят вип-туристов. Любой каприз за ваши деньги. И наконец-то мы нашли название клуб-хаус. Здесь клубные, видимо, виллы, у которых есть такие вот совместные, считайте, бассейны. Но все равно вип-сервис. То есть здесь домики не отдельные с отдельным бассейном. Вот вам как раз все покажу. Смотрите, как красиво. Свой бар, ресторан. Шикарно, правда? Смотрите, какой вечер красивый. В Риксус премиум белек. Как красиво у них все подсвечается. Водичка вот здесь. Все уже вышли на ужин. Кушают. Жалко, что камера, конечно, не все передает. Ну, так классно. Вот такой у нас отель. Риксус. Вот такой здесь вход. Вот такая вот красота. В общем, ребят, сразу предупреждаю, что не все видео я вам могу показывать прям настолько, вот как вы, наверное, хотите. Но я надеюсь, что все-таки я вам по максимуму показала в плане отеля. Все-таки я здесь не турист. Я просто работник, сотрудник этого отеля. Не все возможно нам. А точнее, не хочется лезть на рожон, как говорится. И если есть места, в которые мы не можем заходить, значит, мы туда не можем заходить. Но как только нам дадут на это разрешение, я обещаю, вам все покажу. А лучше всего приезжайте сами сюда, в Риксус премиум белек, и вы сами все увидите. Надеюсь, вам было интересно мое видео. И ставьте, конечно же, лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду вас радовать новым видео по поводу Турции. Отдыха, поездок, шоппинга, отелей и всего-всего. Спасибо. Спасибо.